Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юля и вы на канале о вязании. У нас следует продолжение мастер-класса по вязанию джемпера для девочки 6 лет. Если вам интересно такое видео, ставьте пальчики вверх. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы пользоваться моими бесплатными мастер-классами. Немного я вам дам общей информации об этом джемпере и потом мы с вами приступим к присоединению рукавов к телу джемпера. Итак, в первой части мы с вами делали вот эти расчеты. Джемпер вяжется на 6 лет, на окружность грудной клетки 64 см, плюс 2 см до свободы облегания. В 1 см 2 петли. Джемпер вяжем из пряжи Гималайи антипилинг Everyday 100% антипилинговый акрил. То есть, эта пряжа не скатывается. Цвет 734 см, в 100 граммах 250 метров. Спицы рекомендуют номер 5 и джемпер мы с вами вяжем на спицах номер 5. У меня всего этой пряжи 3 моточка, остался 1 целый. 1, почти 1 моток ушел на тело джемпера и 1 моточек ушел на 2 рукава. Вязала 2 рукава одновременно на круговых спицах. На этот способ у меня есть мастер-класс бесплатный. Вот здесь будет подсказка, переходите, вам понравится, вяжется очень легко. Также ссылочка внизу в описании под видео, тоже можете перейти с помощью этой ссылки. В джемпере мы используем резинку в виде цепочки, которая чередуется с изнаночными петлями с тремя. Потом идет узор соты, платочная вязка. И по бокам тоже идет цепочка. Также на спинке. Часть резинки переходит на спинку. В третьей части я вам рассказываю, как вязала рукава, сколько петель набирала, в каком ряду делала прибавки. И вот по бокам тоже идет цепочка. Плавно переходит с резинки на всю высоту рукава цепочка. Так это все выглядит. Манжетики рукавов вяжем на спицах на один размер меньше, нежели основное полотно. То есть, если мы вяжем джемпер на спицах номер 5, то на манжеты берем спицы номер 4 или 3,5. Можно даже взять троечку. Если вы хотите, чтобы плотненько сидел манжетик по запястью. В итоге на джемпер уйдет 3 моточка. Пряжа экономная, хорошего качества. Но если вы не любите вязать с акрилом, то можете взять любую другую пряжу. Делайте расчеты и у вас все получится. На начало мастер-класса я оставлю вот здесь вам подсказку. Если вам понравился джемпер, переходите к началу и вяжите вместе со мной. Также будет ссылочка внизу в описании под видео. Ну а мы в этой части мастер-класса будем присоединять рукава к телу и вязать регуанные линии. Итак, мы начнем работу с тела джемпера. Вот начало нашего ряда. Начало моего ряда идет с цепочки. Заканчивается одной изнаночной. Но это у нас изнаночная уйдет наперед. А вот эти 4 петли уйдут на подрезы. То есть я вернулась на 5 петель назад. Отводим 4 петли на подрезы. Если вы вяжете на взрослую модель, тогда вы можете взять 5-6 петель. Сейчас покажу вам на этой стороне. Смотрите, этот маркирочек у нас разделяет перед и спинку. Вот так. Перед у нас начинается с цепочки. То есть 3 лицевые. Спинка начинается 1 изнаночная. И потом идет платочная вязка. Как мы с вами вязали. Вот эта изнаночная петля уйдет у нас наперед. Вот так. Теперь у нас начинается перед с изнаночной и цепочки. Вот так. И 4 петли со спинки я забираю на подрезы. Здесь также начало ряда у нас идет с изнаночной и 3 лицевые петли цепочки. 4 петли мы отделяем на подрезы. То есть они нам сейчас не нужны. Они нам понадобятся, когда мы будем уже оформлять изделие. Когда рукава будут связаны, регланные линии оформлены. И тогда мы приступаем с вами к подрезам. Нам нужно также проделать манипуляции с рукавом. Снять 4 петли на подрезы. Итак, вот мои рукавчики. Вот первый мой рукав. Я первые 2 петли снимаю на подрезы. Вот таким образом. Сняла. Потом беру правую спицу, которая находится у меня в джемпере. И переодеваю все петли рукава на правую спицу. Так, я пересняла петли рукава. Осталось у меня всего 2 петли. Последние. Эти 2 петли уйдут на подрезы. Вот так это все выглядит. Теперь мы переснимаем петли переда на правую спицу. Итак, я пересняла все петли переда на правую спицу. У меня заканчивается перед 3 лицевые, 1 изнаночная. Теперь 4 петли спинки на подрезы снимаем. Вот так. И нам нужно присоединить рукав. С рукава я тоже отвела 4 петли на подрезы. То есть, 2 петли сняла с левой спицы и 2 петли с правой спицы. Средние 4 петли. Вот так это все выглядит. И теперь нам нужно снять все петли рукава на правую спицу джемпера. Вот таким образом. Переснимаем все петли на правую спицу. Ну что, у меня уже пересняты петли рукава. На правую спицу. После того, как все петли рукава пересняты, нам нужно переодеть все петли спинки на правую спицу. То есть, вернуться к началу ряда. Все петли не провязываем и переснимаем. Вы можете вот этот ряд, что мы переснимаем, сразу провязывать. Но мне более удобно, более кажется правильным, чтобы просто переснять. Да, это занимает время. Кто-то подумает, что это не нужная трата времени. Но, тем не менее, лучше переснять, нежели потом распускать. Так мне кажется удобней. И петли в первом ряду не так сильно будут вытянуты. В итоге, вот что у нас с вами должно получиться. Сейчас, когда все петли находятся на одних спицах, я провяжу несколько рядов без убавок, без регланных убавок по узору. В последнем ряду у меня цепочка провязана с накидом. И вот здесь тоже соты провязаны с переплетениями. То есть, мне нужно сейчас три ряда провязать просто лицевыми петлями в узоре соты и цепочки. И потом будем с вами формировать регланную линию. Я покажу, как делать убавочки, чтобы вот эти цепочки заменили две петли в регланной линии. Посмотрите, как это все будет. Сейчас мы с вами встретимся и быстренько это все провяжу. И приступим с вами к убавлениям. Итак, я провязала два ряда без убавок по узору. Сейчас покажу вам, в каких местах мы будем с вами делать убавки в регланных линиях. Убавки делаем в каждом втором ряду. У нас будет идти две убавки по переду, то есть после цепочки, перед цепочкой. И две убавки по рукавах. И две убавки по спинке. Вот начало нашего ряда. Начало начинается между спинкой и первым рукавом. Берем рабочую нить. Провязываем одну лицевую. У меня сейчас в платочной вязке идет лицевой ряд. Провязываем одну лицевую. И делаем убавку. Провязываем две петли как одну. За переднюю стенку, снизу поддеваем две петли. Провязываем как одну. Потом вяжем петли рукава. Сейчас идет платочная вязка. Мы довязали рукав до последних двух петель. Вы можете повесить маркер. У нас перед начинается изнаночная, три лицевые. Вот петли переда и две петли рукава. Мы провязываем две петли лицевой с наклоном влево. Меняем стенки местами. Вот так. И провязываем как одну лицевой. Вот. У нас уже две убавки на рукаве есть. Потом провязываем изнаночную рукава. Три лицевые петли цепочки. Провязали три лицевые петли. У нас идет изнаночная. То есть, та изнаночная, которую мы провязываем. Платочной вязкой всегда изнаночной. Мы провязываем вот таким образом. Изнаночной две петли. Вот так. Все. Следующая убавка у нас готова. Дальше вяжем платочную вязку лицевыми петлями. До конца переда. Изнаночная. Потом у нас идет узор соты. В этом ряду мы еще вяжем лицевыми петлями. А следующим уже будем делать перекрещивание. До конца переда вяжем все петли. Итак, я довязала до двух петель перед цепочкой. То есть, одна изнаночная и петля платочной вязки. Теперь провязываю эти две петли изнаночной петлей. Вот следующая наша убавка. Дальше вяжу три лицевые петли цепочки. Провязываем изнаночную. И убавка двух петель с наклоном вправо. Поддеваем с поднизу. И провязываем как одну лицевую. Вот так. Вяжем петли платочной вязки. Довязываем рукав до конца. Все петли. Я не довязала три последние петли рукава. Мы меняем стенки местами. Вот так. Провязываем как одну лицевой. И последнюю петельку тоже рукава провязываем лицевой. Вот так. Дальше вяжем лицевую. Делаем убавку двух петель. Это у нас уже идет спинка. В правую сторону. С поднизу поддеваем. Провязываем лицевой. Как одну. Две петли. И вяжем платочную вязку лицевыми петлями. До конца спинки. Не довязав три петли спинки. Нам нужно сделать убавку с наклоном влево. Поменяем стенки местами. Провязываем лицевой две петли. И последнюю петельку спинки провязываем тоже лицевой. Вот так. Все мы убавки с вами сделали в нужных местах. Теперь мы будем чередовать ряды. В каждом втором ряду делаем такие же убавки, как я вам показала, с тем же наклоном. Провязываем нужную высоту в регуанной линии. У меня сейчас будет идти ряд, где мне нужно будет делать перекрещивание в сотах и в цепочке. Я думаю, вам все понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите внизу в комментариях. В принципе, я вам показала, где мы делаем убавки. Измеряете, снимаете мерки, какую высоту регуанной линии нужно провязать вам. Я буду где-то вязать сантиметров 12. Ну, а там посмотрим. Также смотрите по горловине. Если вы хотите более широкий горловин, тогда делайте убавки в каждом третьем ряду. Ну, я буду делать каждом втором. То есть, это стандартные убавки в регуанных линиях. Надеюсь, информация была вам понятна. Встретимся уже в следующей части, когда полностью джампер я свяжу и покажу, как он выглядит на моей младшей дочке. В принципе, результат виден, что все хорошо, отлично. Узор идеально подходит к пряже. Пряжа хорошо ложится в изделии, что может не радовать. Желаю вам ровных петелек, вдохновения. Помните, что все в мире связано. И пока-пока!